Социальная направленность сохранится. Деньги пойдут в основном на сферу образования, а также на капитальный ремонт, на благоустройство города, культурно-массовые мероприятия к 70-летию Победы и сферу ЖКХ. 5 миллиардов рублей из вышестоящих бюджетов – серьезная надбавка в городской бюджет. 50 миллионов планируется потратить на создание муниципальной управляющей компании. Парламентарий планирует отдать введение муниципального предприятия наиболее проблемные дома. Мы на протяжении уже нескольких лет говорили об этом, и об этом говорил нам и губернатор Самарского, Иванович Меркушкин, о том, что должно быть создано предприятие, предприятие существующее, наделенное соответственно полномочиями, муниципальное, то есть то, которое связано с государством, которое должно задать в том числе стандарт качественных коммунальных услуг. Финансовые вопросы не только со знаком «плюс» решались на 62-м заседании городской думы. Контрольно-счетная палата предоставила депутатам отчет о контроле реализации муниципальных программ за 2014 год. В результате проверок выяснилось, что неэффективное использование средств и необоснованные траты привели к финансовым нарушениям в 233 миллиона рублей. Чтобы история больше не повторялась, контрольно-счетная палата выступила с предложением проверять муниципальные программы до их утверждения, а никогда вернуть деньги будет уже невозможно. Позволит учесть замечание предложения счетной палаты на стадии разработки проекта. Данное предложение в настоящее время находится на рассмотрении в администрации города. По выявленным случаям нарушений направлены обращения в прокуратуру и правоохранительные органы. Несколько заявлений уже рассматриваются в суде. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События.